Ну примерно такая получается, раскладка, да? Следующий вопрос. Каким образом пробудившийся человек сможет изменить судьбу своей страны? Да, очень просто. Понимаете, если каждый из нас будет на своем месте делать так, как это правильно, то паразитам придется очень туго, согласитесь. Если каждый человек на своем месте будет сопротивляться хамству, подлости, предательству, изменам и так далее, всему, что отрицательно существует, то есть не проходить мимо, иметь честь и совесть, и считать, что совесть и честь ценятся выше жизни, как у наших предков, между прочим, было. В жизнь мы вернемся, а вот если потеряем честь и совесть, то мы уже не будем существовать. Вот понимаете, если каждый человек на своем месте не позволит полностью случаться, то очень многое может изменить, но для этого уже понимание того, что происходит, для того, что что и как, чему и так далее. Поэтому без правильного понимания человек действовать не может. Но каждый человек может действовать на своем месте. Поток, который смывает все на своем пути, из чего состоит? С капелек. Дождик капает, капельки махонькие, да? На землю падают, сливаются во что? В речке, ручьи, которые сливаются все больше, и уже идет мощный поток, который смывает все на своем пути. Так вот, каждый человек, это тоже капелька общего потока. И поэтому, если каждый капелька человек будет делать то, что нужно, будет поток. Но если каждый будет ничего не делать, то никогда никакого потока не будет, и ничего не изменится вообще. Вот и все. Продолжение следует...